Сроки создания ПАГДА сравнили со сроками создания Ту-144. 30 января 2019 года военное обозрение сроки создания ПАГДА сравнили со сроками создания Ту-144. Прозвучало заявление, раскрывающее детали по созданию перспективного российского самолета дальней авиации. Речь идет о перспективном авиационном комплексе ПАГДА. Гендиректор ПАО Тупалев рассказал СМИ о сроках разработки этого самолета. Источник изображения По словам главы Тупалева Александра Конюхова, изделие 80, именно так выглядит заводская номенклатура ПАГДА, будет создана в течение 5-7 лет. Это заявление приводит ТК «Звезда». Именно такое время заложено в первоначальной программе. Если так, что новейшие российские самолеты дальней авиации можно будет увидеть к 2026 году. Александр Конюхов пояснил, на каком основании сделаны именно такие предположения по времени создания ПАГДА. По его словам, имеется сопоставление по срокам создания сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Этот лайнер был спроектирован в течение 5 лет. Правда, здесь нужно учитывать немаловажную деталь. Ту-144 создавался в Советском Союзе, где зачастую задача ставилась таким образом, что создание могло состояться и гораздо раньше намеченных сроков. Теперь ситуация такова, что события как минимум не форсируют. С одной стороны, ничего предосудительного в этом нет, так как на выходе должен получиться высококачественный продукт, в данном случае самолет. Но с другой стороны, как это часто случается в последнее время, затягивание сроков приводит к новым запросам по финансированию программы. Стоит надеяться, что это не про ПАГДА. Сам ПАГДА машина, которой для атаки объектов противника даже не обязательно входить в зону обнаружения. Задачу поможет решить высокоточное гиперзвуковое оружие. При этом время полета дальнего ракетоносца должно составить около 30 часов, что обеспечит уникальные разработки в плане создания силовых установок. 29 января 2019 года права на данный материал принадлежат военной обозрении, а материал размещен правообладателем в открытом доступе.